Добрый день! Меня зовут Страшников Олег. Это мой третий видеоотзыв. И третий отзыв о школе видео Алексея Радонец. Первый отзыв был о курсе «Свободный фрилансер». Второй – о клубе видеомонтажёров. А это третий – о курсе «Лёгкий старт фотошоп». В школу я попал совершенно случайно. В апреле мне пришло приглашение в рассылке «Сабскрайб» на шестидневный бесплатный марафон по созданию продающих видеопрезентаций. Я его прошёл, был очень приятно удивлён качеством, уровнем школы, как записаны уроки, как это преподносит. И сделал свой первый видеоролик. И продолжил обучение на курсе «Свободный фрилансер». Вот буквально на днях закончил второй модуль. Выдали сертификат о прохождении. Сомнений в выборе у меня не было. Обучение мне сразу понравилось, как записаны уроки, как это преподносится. Кураторская поддержка. Поэтому то, что я продолжу обучение в школе, я даже не сомневался. И сразу обратил внимание, во время прохождения свободного фрилансера, на курс «Фотошоп». Потому что «Фотошоп» меня интересует очень давно. Это известная программа. Все они знают, что работать не очень трудно. Нет, конечно, это не так. Потому что, когда я купил курс, программу, мне показалось сложно в сравнении с After Effects. Приходится использовать большое количество горячих клавиш. Не просто две клавиши, а даже три клавиши. Например, Ctrl-Shift-J. Такие двухбуквенные и даже трехбуквенные сочетания. Но постепенно втянулся. Каждый день повторял эти сочетания и запоминал. Уроки проводит не Алексей. Уроки проводит Павел Ярец, который 15 лет в дизайне. Его манеры, конечно, от Алексея отличаются. Алексей говорит размеренно. Это его суперспособность. Он одну мысль может несколько раз повторять при необходимости и доносить ее до учеников. Это учитель от Бога. Манера Павла несколько другая. Его речь очень быстрая. Он говорит быстро, но при этом правильно, с нужными интонациями. И уроки, конечно, сами по себе очень интересно записаны. Я в конце покажу свои работы, вы сами увидите, насколько это интересно. Кураторская поддержка, как обычно, на уровне. Наш куратор Маша Доня, она всегда на связи. Даже во внеурочное время. Смотрит чат в Телеграме, кому нужна помощь. Она не просто отвечает. Она записывает целые видео уроки. Рассказывает, показывает, что нужно делать, как нужно делать. Каждую неделю проводят вебинары в Зуме полуторачасовые. Две сессии по 45 минут. Представляя заранее форму вопросов для учеников. Свой вопрос и даже не один. Можно на эти вебинары отправить. На эти вопросы Маша дает все объемлющие, исчерпывающие ответы. Личный кабинет ученика – это вообще отдельная история. Вот, например, мой текущий третий модуль. То, что зеленым выделено и галочки поставлены – это то, что я уже прошел. Белым – это бонусы. Серый с галкой – непроверенные работы. Если бы я какой-то урок не прошел и не ответил, то у меня он был бы выделен красным цветом и стоял бы стоп-урок. То есть, пока я этот урок не сделаю, не смогу приступить к следующим – в графике обучения. Сейчас я покажу вам свои работы с первой и далее. Это первая работа для Инстаграм для Рилса. Вот это самостоятельно. Не в рамках урока. Во внеурочное время менял фон у девушки. Это наш урок. То есть, изначально был такой фон. Я часть оставил, а часть заменил на такие горы. Это мне приятель прислал, попросил поменять фон у мальчика. Это было в самом начале обучения. Был мой первый модуль. Поэтому реалистичностью не заморачивался. Просто поменял фон. Это наш урок о расположении текста. Текст за и над горами. Наложен градиент, градиентная дымка. Обратите внимание, где птицы летят. Там такая дымка между горами и буквами. Это также я менял фон. Это обложка для группы ВКонтакте. Разные варианты по наложению корректирующего слоя с различными цветовыми эффектами. То есть, очень много вариантов дает Photoshop огромное количество. Можно выбрать тот, который тебе наиболее нравится. Мне из некоторых вариантов даже трудно выбрать. Это урок бесшовный коллаж. Интересные лайфхаки путешественников. Как сэкономить Navi в перелетах. Карта под чашкой кофе. Это финал первого модуля. Вот один вариант. Вот второй вариант. Мне сказали, что цветные руки диджея это не очень хорошо, не очень реалистично. Я цветовой эффект отключил просто на стройках и добавил ему еще свечение над головой. Типа нимба. Вот этот урок, он у меня пронумерован от 1 до 5. Я выложил во ВКонтакте и устроил голосование. Первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый. В общем, марсианские хроники. Это финал второго модуля. Двойная экспозиция. Вокруг волос девушки добавлено такое зеленое свечение. Летний вариант. Покрасил ноготки у девушек. Покрасил губки. Отбелил зубки. Урок выход за рамки. То есть присмотреться. Оставлена небольшая рамочка. Молодые люди выходят из этой картины via happy. Мы счастливы. Это урок по дополненной реальности. То есть с помощью инструмента pen tool рисуются различные фигуры вокруг. Фотографии. Очень долго работал над этим уроком. Макапы. Это проект уже готовый. Который мы вставляем свою работу. Прошлое фото. Помните, выход за рамки via happy. Мы счастливы. Это также макап. В эту рамку я вставил свою финальную работу. Еще один макап. Это финал первого модуля. Тоже в макапе. Очень интересная работа. Создание обложки для видео в ютубе. Тоже долго работал. Безумно интересная работа. Самому очень нравится. Это рисование реалистичных объектов. То есть то, что вы видите на картине, это нарисовано инструментами фотошопа. Тоже довольно кропотливая работа. Это исходник. Тоже исходник. А вот это пример двойной экспозиции. Вставлено фото мальчика, фотографию которого мне прислал одноклассник. Вот смотрите исходник. А вот так получилось. По-моему, вполне мило. Ну также фон изменил. Двойная экспозиция и замена фона. Это финал третьего модуля. Ангелы и демоны. А какой путь выберешь ты? Урок по спецэффектам. Добавлены варианты дыма, огонь, искры. Ну и расширен, увеличен фон. Фото манипуляции. То есть также вырезаны объекты из других фотографий. Белый медведь, пингвин, рыбки, айсберг, купол, вода, световые эффекты. Все это создано инструментами фотошопа. Фото манипуляции. Урок третьего модуля и разрезание объектов. Тень я сделал слабую. Но если присмотреться, видно. Вот тень побольше. Края уменьшается. Есть также небольшая тень. Тень я сделал небольшими. Вот тень на фоне яблока. Не получилось, как будто яблоко несколько побитое. Курсом фотошопа. Я очень доволен. Он превзошел мои ожидания. Я думал, честно говоря, что будет трудно, неинтересно. Но трудно было только в самом начале. Трудно было заучивать горячие клавиши на втором, на третьем модуле. То, что Павел не говорил, но делал, я уже просто вспоминал. Вот это он так сделал, но не сказал. Ага. Вот это он такой инструмент использовал. Такое-то сочетание клавиш он применил. Вот так у него получилось. Это у меня всплывало в памяти из прошлых уроков автоматически. Я прошел с удовольствием обучение по трем модулям. Очень интересно, очень увлекательно. Вы видели по картинкам, примерам, что мы создавали на уроках. Я бы хотел пройти расширенное обучение. Сейчас я вам покажу разрезание объекта в замену текстур. Вот посмотрите примеры. Примеры для вдохновения. Какие они отличающие. И хотелось бы выходить уже на такой уровень. Я с удовольствием продолжил свое обучение в школе по курсу фотошоп, по какому-то расширенному курсу. Мне это было бы очень интересно. Ребят, огромное спасибо вам за внимание. Я рекомендую легкий старт в фотошопе. Сам был бы рад продолжить пройти расширенное обучение.